Мы друзья на кухне Наташи и она нам сейчас расскажет вот что тут такое греется оп вот эти бобы которые мы видели в магазине вот это garbanzo beans только они еще не почищенные нет они даже не чистятся вот так ты кладешь и на паровой бане так их и ешь на что ты поставила погоди на пару они не варятся в воде они на пару накрываешь и вот паром оно в этой кастрюльке снизу дырочки чтобы пар проходил понял показываю понял дырочки так все и вот оно будет попариться потом немножко сольки их надо чистить когда ешь а ты когда ешь уже ты как-то скрываешь да да то есть это фактически будут как вареные бобы какие-то на пару бобы ну вкусненько это фактически гарнир что что вы говорите что к гарниру гарниру у нас в горшочках в горшочках друзья горшочки неплохие горшочки а что там я привезла их с Украины что в горшочках жаркое в горшочках будет да вы что этих мы закрываем закрываем смысл вот объяснение кроме порционности в чем смысл жарко в горшочках кроме того что это ты знаешь они когда готовятся во первых прожаривается все и вкус совсем другой чем в кастрюле готовишь да вот это очень интересно я никогда не понимала зачем на горшочке раскладываться посуду пачкой когда можно один в горшочках ко мне где-нибудь в ресторане обычно ели а когда сам готовишь то ты лучше понимаешь на противне в каком-то я эти горшочки везла с Украины кстати Надя спасибо большое тебе за подарочек из Херсона Надя или откуда это Надя из Херсона моя сотрудница бывшая еще не купишь еще эти горшочки там нет нет там полно их ну просто я она пригласила к тебе в гости каждый раз когда я приезжаю туда в Украину она приглашает гости ко мне она сейчас декан факультета у нее муж тоже профессор и он заведующий кафедрой и все в горшочках мне готовили каждый раз когда я приезжаю они что-то приготовят что-то такое вкусненькое Надя рукодельница такая какая-то техника готовки в горшочках нет 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 жаркой называется но ты все сырое кто-то мне сказал что можно все сырое но я считаю что жаркое жаркое должно быть обжарено я всегда когда готовлю жаркое все обжариваю складываю туда слоями кроме мяса что в горшке мясо картошечка лучок жареный морковочка жареная и я заливаю вот этим я завариваю бульон куриный такой вот как мясо говядки а куриный бульон куриный с ребрышек в горшочках получается все намного вкуснее но я сначала все обжарю потом сварю отдельно бульончик а потом все смешаю положу в горшочки получается классно так это каша из топора вот именно да повозиться приходится ну туда там лаврушечку потом вот эти как они называются перчик горошком и тогда вкусненько на кухне у наташи есть некая штучка вот такая штучка с хвостиком так что делаешь зелень зелень покупаешь укроп петрушечку складываешь сюда здесь уже дно но ее покажи вот дырочки и вот отметочка так до этой отметочки наливаешь водички и она ставишь туда да вот плюс закрываешь вот этой крышечкой она должна войти туда вот она закрывается и этим закрываешь и она получается свежая она даже получается что надо что-то покрутить там вода нет вода будет внизу вот она будет свежая да не так что все они там в отделе и даже вот эту штуку ставлю холодильник на булочку у меня она стоит то есть она чтобы не сохла что ли это но на школе это она портится зелень долго не лежит а тут она растет фактически она свежая как-то понимаю что ж друзья скоро сказка сказывается да не скоро дело делается вот она garbanzo beans там семечки то внутри а это вот так она шелухи это консерв такой ложкой консервированное что-то перчик до перчика зелененькие помидорки вот они это из баночки это салатик мы сами это селедочка только что поймали только что поймали но это исключительно из-за водочки если бы не водочка вы бы не стали даже следует она сама поселить даже тоже ничего тут у нас хлебушек подожди а где наши горшочки горшочки еще это начинаем с рыбки это эппетайзер так рыбка и вот еще несколько кусочков кровяной колбасы купленные в мексиканском магазине мы ее поджарили ну не то что на всех случаях поджарили сейчас будем пробовать друзья вот горшочек вот он пресловутый горшочек очень очень горячую ответе светлана его открывает очень горячий горшок наташа как мы будем его есть ложками нет перемешать перемешать же надо или что опять начинаешь кушать просто как картошечка там внизу маска уже не обязательно не обязательно смешивать да не обязательно смешивать да она все там потихонечку смешается саму по себе топ-дау начинается с картошки. А для мяса всегда место найдется. Ну что, друзья, наш ужин, не знаю, ланч, ужин, все это перетекает одно в другое. Теперь мы до свечей добрались. И вот эти мексиканские пирожные мы пробуем. Светик, что скажешь про мексиканские пирожные? Ну, они вкусные, но только много не съешь. Они очень такие сытные. Ну, они мокренькие, такие пропитанные. Хорошо. Да. Таташа, ты пробовала? Конечно. Ну, давай, попробуй. Попробуй и скажи, как оно. Надо сказать или можно показать? Ну, ты изобрази. Вот давай. Сейчас расскажу. Потому что я уже знаю, как это делать. Как это надо делать. Давай. Ну, так в целом. В целом, какое впечатление? Вкусно. Хорошо. Очень вкусно. Но похоже, то, как вот в Херсоне, например. Ну, ты знаешь, я в Херсоне таких и не видела. То есть там по-другому. Не пробовала, да. Ну, там мексиканских. Да. Там мексиканских магазинов нет. Да. Там даже китайские рестораны в Одессе есть, которых делает свит-н-савуа... Чикен. Не чикен, а вот порк с куском сала. Да. Может, представь, мне это ужас был. Здесь, когда пойдешь в ресторан, то сала нет. Это там только мясо. А тут... Ну, а если хочется, то что же? Ну, это называется сало в шоколаде. Это может быть главный, А вот... Субтитры подогнал «Симон»